Всем привет! В преддверии охоты на гуся хочу поговорить о патронах. Выбрать патроны на гуся можно довольно быстро, но к сожалению не каждый охотник делает это правильно. Тем более, что гусь, птица осторожная и даже пугливая в большинстве случаев. Отлично, когда у охотника есть многозарядное ружье, имеющее хорошую кучность попадания. Основные факторы, влияющие на выбор размера дроби при охоте на гуся, это высота, дальность и скорость летящей птицы. Большинство охотников считают дистанцию в 30-40 метров оптимальной, на 50 метрах шансы удачно попасть уменьшаются, примерно вдвое, а 60 метров, это максимум. Стрелять на 70-80 метров практически бессмысленно. Кроме ничтожно малой вероятности попасть, появляются большие шансы сделать подранка. Чаще всего применяется дробь с номерами от 3, налей до 4, все зависит от расстояния. Чем оно больше, тем крупнее дробинки. Помните, что при использовании дроби низких номеров увеличивается резкость выстрела, но одновременно с этим растут шансы промахов, потому что количество дробинок в заряде невелико. Чтобы поднять вероятность попадания, левый и правый ствол ружья заряжаются дробью разных калибров. На малых дистанциях будет уместно применить дробь номеров 3 или 4. При этом не забывайте, что для результативной стрельбы ружье должно обладать хорошей резкостью выстрела. Не делайте ставку на распыление дроби мелких калибров, потому что такой подход только увеличит количество промахов. Гусь – очень сильная и живучая птица, поэтому после ранения он способен улететь так далеко, что вы не сможете его найти. При выстрелах на дальние дистанции должны действовать повышенные требования к патронам. Также не будет лишним предварительно пристрелять выбранный калибр дроби, с учетом предполагаемой дистанции до птицы. Каждый охотник должен понимать, что после 35 метров кучность выстрела падает на 10% каждые последующие 5 метров. Стрельба по стае гусей из расстояния – более 60 метров, пустая трата патронов, а попадание – это практически 100% подранки. Желающие проверить свою меткость на дальних дистанциях. Порядка 80-100 метров могут попробовать использовать картечь. Около 8 мм после выбора отдельно летящие мишени нужно тщательно прицелиться и только потом нажимать на спусковой крючок. Шансы попадания при этом будут минимальными, но таким способом вы точно не пораните птицу. Результативность конкретного выстрела и все охотничьи компании определяются умением быстро определить на вскидку расстояние до цели. Среднестатистическое дуло одного ствола охотничьего ружья может послужить ориентиром. Если размер гуся будет примерно равен ему, то это значит, что расстояние до птицы около 60 метров. Вопрос какие патроны лучшие для охоты на гуся, давно решен охотниками с опытом. Они знают, что готовые патроны, изготовленные заводским способом, имеют усредненные характеристики. Это сделано для того, чтобы их с максимальной эффективностью и в большинстве случаев могли применить, как можно большее число любителей поохотиться. Результат, каждый новичок сам приспосабливается к готовым боеприпасам. Самостоятельное же снаряжение патронов позволяет опытному охотнику не только приспособить их своим потребностям. Еще этот процесс сам по себе доставляет им удовольствие, они осознают, что весь контроль ситуации находится в их руках. Поскольку многие отмечают, что в странах СНГ гусь почему-то более пуглив, чем в ша, например, то стоит учитывать это при подготовке к охоте. Для уменьшения дистанции стрельбы, целесообразно применить профили птиц, манки и хорошо оборудованные укрытия. Вы должны понимать, что не каждое ружье, которое по паспорту предназначено для проведения гусиной охоты, может им быть. Как минимум можно говорить о неполном соответствии, заявленным способностям, и о неоптимальных характеристиках некоторых моделей. Так, например, импортные патроны Magnum многих приводят в разочарование, а особенно в тех районах, где птицы наиболее пугливы. Все понимают, что гусь – это сравнительно небольшая птица, его площадь составляет около 250-300 квадратных сантиметров, скорость полета достигает 20 метров за секунду, а перья служит отличной защитой. Именно поэтому он такой сильный на рану, и требует применения крупной дроби, при стрельбе на большие расстояния, например номер 0-1. К тому же для эффективной стрельбы на веско применяемой дроби, должна составлять порядка 45-50 грамм в патроне. Надо понимать, что само только увеличение веса дроби задачу не решит, хотя и существенно упростит. Нужно добиться концентрации дроби в центре осыпи, при выстреле на предельную дистанцию, 50 километров, 60 метров, и коэффициент осгущения к центру мишени не меньше 2,7, 3,2. Именно этот показатель и есть реальная демонстрация дальнобойности вашего ружья. Как его подсчитать? Довольно просто. Сделайте несколько выстрелов по мишени с расстояния в 30-40 метров, около 50 шагов. Потом определите, где находится центр осыпи, и начертите обыкновенную мишень с 16 долями, и кругом в середине диаметром 38 сантиметров. Нужная вам цифра – это количество дробин, которые попали в круг, умноженные на 3 и разделенные на количество дробин, попавших во внешнее кольцо с диаметром в 76 сантиметров. Если пострелять патронами магнум, и посчитать описанным выше способом коэффициент кучности, то только небольшой процент даст оптимальный результат 2,7. 3,2 пункта. При этом даже в случае неплохой кучности на дистанции, в 35 метров, в пределах 70 и 80 процентов, если коэффициент сгущения будет составлять 2. 2,1, то стрельба этими патронами на более длинные расстояния, 50 и 60 метров, будет неэффективной. Все дело в малом количестве дробин в центре осыпи, при таких дистанциях. В результате вы будете получать или промахи, или подранки. Также охотнику стоит помнить о том, что дробовой сноб летит не компактно, а растянутый чем дальше, тем больше это будет проявляться. Например на расстоянии около 35 метров, растяжение в среднем составит порядка 5 метров. Поэтому при реальном выстреле по птице в момент достижения, головными дробинами снопа цели задние, только будут в 5 метрах позади. А поскольку гусь летит приблизительно, со скоростью в 20 метров в секунду, то задние, подлетающие позже дробины, в него уже никогда не смогут попасть. Коэффициент сгущения зависит в том числе и от качества дроби. Чем меньшее количество будет деформированных дробин, тем меньше их отклонится от основного направления полета. Чтобы добиться снижения деформации дроби, можно увеличить ее твердость, путем добавления в нет сурьмы, использовать качественные пыжи с хорошими амортизационными свойствами, а также нужно грамотно подбирать капсюли и порох. Все эти препятствия на пути к хорошему выстрелу, решаются элементарно. Индивидуальным подбором составляющих боеприпасов и собственноручным изготовлением патронов. Если вы решили пойти охотиться на гуся впервые, лучше расспросите бывалых товарищей, какие патроны лучше взять. Ну а при желании стоит самому заняться изготовлением боеприпасов. Трудности вначале наверняка с лихвой, окупятся спустя несколько охотничьих компаний.